И сейчас на связи со студией наш корреспондент Александр Васильченко. У него узнаем, что происходило в Одессе во второй половине дня. Саш, здравствуй, расскажи, чем закончились сегодняшние акции и обошлось ли без провокаций. Добрый вечер, Екатерина. Уже во второй половине дня, когда акция памяти почти завершилась и на Куликовом поле оставалось не так много людей, в полицию снова поступило сообщение о минировании Одесского дома профсоюзов. Напомню, это уже второе минирование этого здания за сегодняшний день. Силовики отреагировали, собственно, быстро, эвакуировали всех людей на безопасную дистанцию. Позже появилась информация, что, как и в предыдущий раз, никаких взрывоопасных предметов в здании не нашли. В самой полиции рассказали, сейчас ищут человека, сообщавшего о минированиях, но пока у правоохранителей никаких зацепок нет. Также, по словам полицейских, за разные нарушения задержаны четыре участника акции. Хочу отметить, что в районе Куликового поля все еще перекрыто автомобильное движение. Пешеходов не пропускают, их пропускают только через металлорамки, а вот в самом городе усилены меры безопасности. Больше о сегодняшних событиях в Одессе поговорим с народным депутатом Николаем Скориком. Я вас приветствую, спасибо, что нашли время встретиться с нами. И сегодня мы видели такую ситуацию, что радикально настроенные люди провоцировали, делали провокации на Куликовом поле. Скажите, насколько опасны эти радикалы и кто их поддерживает? Ну, в первую очередь, я могу сказать о том, что в Одессе сегодня день траура, официальный день траура. К сожалению, это преступление за три года, которые прошли с момента его совершения, абсолютно не расследовано, как уже сегодня говорилось в вашем сюжете. Слава Богу, что сегодня обошлось без каких-то серьезных столкновений и жертв. Что касается того, радикалов, их еще сейчас модно называют активистами, почему-то их называют патриотами, хотя, мне кажется, их деятельность никакого отношения к патриотизму не имеет. Это власть поддерживает их, власть реализует через них свое давление на гражданское общество, на оппозицию, системное давление. И в любом нормальном обществе эти бы радикалы действовали исключительно в рамках закона, а если нет, то власть бы пресекала эти действия. К сожалению, у нас так не происходит. Еще раз говорю, я благодарен судьбе и, скажем, ситуации, что, слава Богу, в Одессе в этом году обошлось без же. Это не все эксцессы, которые произошли сегодня. Нескольким депутатам облсовета вручили повестки на допрос. Здесь вот непонятно, потому что один из них написал, что в этой повестке не было написано, на какой именно допрос его вызывают, по какому уголовному производству. И еще также непонятно, почему на вручении этих повесток присутствовали, собственно, представители радикальных сил. С нашей точки зрения сделать это было только с одной целью, скажем, не дать возможность депутатам областного совета. Там несколько депутатов и проводили обыск и вызвали повесткой на допросы в следственные органы. Не дать принять участие в травмных мероприятиях, посвященных 2 мая. Это в духе нашей власти, в духе тех радикалов, о которых вы только что спрашивали. Ничего конкретного, насколько я знаю, не спрашивали у моих коллег, а просто тупо продержали в следственных органах до конца рабочего дня. Еще один вопрос. Непонятна позиция мэра Одессы Труханова, который совсем недавно дал добро на то, чтобы установить мемориальный комплекс возле Дома профсоюзов в Одессе. И буквально на следующем заседании сессии горсовета отменил свое решение, инициировал отмену своего решения. С чем это связано и, собственно, почему так произошло? В сюжете только что лидер нашей фракции Юрий Анатольевич Бойко очень четко по этому поводу сказал о том, что действительно была договоренность между ним и мэром города, господином Трухановым. Об установлении даже мы предлагали не один знак, а два одинаковых знака, чтобы их согласовали все политические силы, разные, разнонаправленные политические силы. Чтобы это выступило такой точкой начала примирения гражданского согласия, чтобы установить на греческой, где начались столкновения, установить на Куликовом поле и дать возможность всем родным и близким. Потому что вот совершенно правильно сказал один из интервьюируемых в сюжете, что в любой нормальной европейской стране главная ценность это человеческая жизнь. Если потеряна человеческая жизнь и государство не предотвратило эту потерю, отвечает за это государство. Когда говорят о том, что таким образом вот этими событиями Одесса кого-то от чего-то защитила, тогда нужно этих людей найти, наградить. И страна должна знать своих героев, но никто же их не знает. А с другой стороны, если это преступление в нормальном государстве, оно должно быть расследовано, и эти люди должны быть наказаны. А господину Труханову нужно определиться с кем он. С преступной центральной киевской властью или с одесситами, с теми гражданами, которые ему доверили управлять городом и отдали за него свои голоса на предыдущих выборах в местный совет. Но народные депутаты еще будут инициировать все-таки установку этого памятника? Мы готовы и мы активно поддерживаем два момента. Первый – это необходимость расследования и наказания виновных. Это позиция не то, что наша, это позиция всего цивилизованного мира. Есть соответствующие доклады Организации Объединенных Наций, Советы Европы, ОБСЕ, других авторитетных международных организаций. С одной стороны, а с другой стороны, это процесс гражданского примирения. Потому что то, что устраивает власть каждый год на Куликовом поле, когда люди поклоняются там ободранному забору и не в состоянии даже почтить память, если не говоря уже о том, что найти виновных в убийстве этих людей, установить более-менее нормальные памятные знаки в честь их памяти. Еще раз повторюсь, два памятных знака надо было бы установить. Я считаю, что это необходимо сделать. И вопрос исключительно в данной ситуации за городской властью, за тем, что она, даже она не идет на поводу у радикалов. Часть у радикалов господин Труханов непосредственно управляет. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что о ситуации в Одессе мы говорили с народным депутатом Николаем Скориком. Мы продолжаем следить за событиями и будем сообщать о новых подробностях. Катя. Саш, спасибо тебе за работу. Это был Александр Васильченко из Одессы, где сегодня вспоминают события 2 мая. Субтитры создавал DimaTorzok